Теперь по поводу Сноуду несколько раз всплывал вопрос. Вы сказали, что потребовалось мужество, трудно было принять решение. Спасибо вам большое за такие оценки, но никакого мужества здесь не надо, и ничего не было сложного в принятии этого решения. Я вчера сказал об этом. Россия – суверенное государство, по-другому и быть не могло в данной ситуации. Я вчера говорил уже нашему и иностранному журналисту, могу и вам повторить, здесь, видимо, это как-то выйдет. Секрета нет. Сноудан пришёл к нам в консульство в Гонконге и предложил нам совместно работать, причём не как шпион, он ничего не передавал. Он предложил нам вместе бороться за права человека, за право распространения информации, за пресечение незаконной деятельности администрации, спецслужб США. Мы ему сказали, я передал, чтобы ему сказали, если он хочет остаться в России и чувствовать себя защищённым, пусть остаётся. Мы бороться вместе с ним не будем. Это должны делать правозащитные организации, вот вы здесь все сидящие. Но российское государство этим заниматься не будет, потому что у государства есть свои государственные интересы, мы не хотим разрушать отношения с Соединёнными Штатами. Если он хочет остаться, пускай здесь живёт, спокойно себя чувствует, но мы просим его ничем не заниматься подобным. Его ответ – нет, меня это не устраивает, я должен продолжить борьбу. Я говорю, ну, пускай он тогда идёт и продолжает. Значит, вот оказалось, что через несколько дней или недель он оказался в самолёте и летит через нас куда-то в Латинскую Америку. Но как здесь не вспомнить Задорного, который рассказывает про американцев, всякие небылицы. Вместо того, чтобы его пропустить от нас, туда, куда он налетел, и поступить так же по-хамски, как они поступили с самолётом президента Боливии, посадили бы его, вытащили, и всё, и всё. Они всех перепугали до смерти, и все нам позвонили, сказали, только не пускайте её к нам. И он застрял у нас в аэропорту. Вот результат. Ну, и что с ним делать теперь? Значит, действительно пытались наши партнёры там подавливать, отдайте. Ну, слушайте, мы бы, может, и отдали бы, если бы у нас было соглашение. Мы же им предложили заключить соглашение о выдаче. Несколько раз предлагали, они отказались. Мы просим, отдайте нам бандитов, которые у вас там сидят, которые замешаны в преступлениях, причём в кровавых преступлениях против личности, замешаны в похищениях людей, в торговле людьми. Нет. Они на нашей территории, забудьте. Вот это прямой ответ. Они на нашей территории, забудьте о них. Ну, ладно. Теперь снова вот он у нас оказался, который, слава богу, никого не убил. Он преступник, отдайте. А мы не знаем, преступник или нет. Он на нашей территории преступления не совершал. Есть практика международных отношений, которая требует взаимного уважения друг к другу. И такие вопросы решаются на основе взаимности. Откуда такой снобизм у них? Так что ничего здесь сложного не было. По-другому мы поступить просто не могли. И мы прямо так коллегам нашим сказали. Не надо на этом настаивать. Не надо. Давайте будем заключать соглашение, работать как партнёры и коллеги. Будем делать это. Что он там дальше будет делать? Это мы не знаем. Это его выбор. Это его судьба. Он сам её себе нарисовал. Если по-честному, я вот так иногда думаю об этом. Он молодой парень такой. Сам выбрал свою судьбу. Что он будет дальше делать? Как он будет жить? Честно говоря, мне даже трудно определиться, куда он денется. Что у нас здесь всю жизнь будет сидеть или чего? Ну, ты понимаете, вот он такой вот он человек. Он решил, что он должен быть на острие борьбы. Ну, это так просто для информации. Спасибо. Спасибо. Спасибо.